Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Шафтим. Знаете, вот сейчас все больше и больше люди говорят о том, что надо что-то менять, что поменялось человечество, взгляды стали другие, гуманность. Видите, те люди были не такие, как мы. Я короткую расскажу притчу о движении человечества. Однажды премия каннибалов, которые едят людей, послала своего вождя путешествовать по Европе. Чтобы посмотреть, как живут культурные народы, рассказать о возвращении прогресса, о современной жизни, о том, какой. И действительно, то, что он видел, на него произвело великолепное впечатление. Он поразил изобилие еды, что ее привозят с одного места в другое, как организовано, прекрасно. В это время началась война в Европе. Вождь со своими примитивными понятиями был поражен современными методами боевых действий, и войну, и как ведут войну, сколько людей уничтожено, он очень был восхищен. Но вот война закончилась. Был объявлен мир, начали хоронить убитых. И тут, глядя на это, он не выдержал, начал кричать, так разве вы культурные люди? Разве вы действительно, а мы дикари? Не вы ли худшие из дикарей? Зачем вы устроили эту войну? Просто так, из одной ненависти к друг другу? Мы убиваем людей для того, чтобы кушать. Мы делаем это, потому что нам нечего есть. Мы вынуждены убивать, чтобы после поесть убитых и выжить, но не из-за ненависти. Поэтому очень сложно сказать, какие люди, как и меняются люди, в худшую или в лучшую сторону. Нельзя полагаться на то, что с движением по времени мы становимся лучше обязательно. Это не так. И как показывают события прошлого века, середины прошлого века, второй мировой войны, люди становились в момент еще худшими дикарями, чем самые дикие дикари. Поэтому у нас есть только один путь, одна возможность исправить ситуацию. Человек должен понять, что либо он изменит себя, либо мир изменит его. Я сейчас расскажу еще короткую историю. В 2000 году в Вене должна была пройти очередная конференция Совета Равинов Европы. И вот они приняли решение вручить награду Симону Визенталью, известному охотнику за нацистом, который жил там. Визенталь, которому тоже перевелило за 90, был очень растроган, выступая перед сотнями Равинов. Он сказал, что эта награда ему очень важна по одной простой причине. Когда я рассказывал Визенталь в лагере Бухенвальд, после изнурительного труда возвращался с сотнями заключенных и узников в барах, где проводились ночи на нарах, и был один заключенный, которому удалось пронести молитвенник с собой. Это единственный молитвенник был на весь лагере. Многие религиозные заключенные хотели попользоваться молитвенником, особенно в шаббат, в праздники. Для них это было единственное средство поднять свой дух и злить сердце перед Творцом, спрятаться как-то от этого ужаса. И вот человек, которому предложил молитвенник, он решил не упускать ситуации, чтобы улучшить свою жизнь в лагере, и стал давать его за кусочек маленьких хлеба. А лагерная пайка, она была малюсенькая, и поэтому, конечно, это было совсем плохо. И так, на протяжении долгого времени узники были согласны делиться своим скудным пайком за право пользования молитвенником. И Визенталь сказал, дал себе слово, что я никогда в жизни больше не зайду в синагогу. И когда концлагерь освободили, открыли сразу синагогу, в состав союзной армии входил, кстати, военный раввин, американский, Элезер Сильвестер. Он открыл синагогу, пригласил Визенталь, а то сказал, что я не пойду. Почему, он спросил. Он говорит, я принял решение не ходить никогда в синагогу, потому что был такой человек, и такое произошло. И раввин ему сказал потрясающие слова. Я не понимаю твоего решения не ходить в синагогу. Действительно, человек, взимавшись за пользование молитвенником последний кусок хлеба у заключенных, поступал недопустимо и отвратительно. Однако, вместо того, чтобы смотреть на этот поступок хозяинного молитвенника, почему бы тебе не посмотреть на величие духа десятков заключенных, готовых пожертвовать последним куском хлеба, только для того, чтобы удостоиться поддержать в своих руках молитвенников несколько минут. И Визенталь говорит, слова его на меня произвели такое ошеломляющее впечатление, что я просто поменял свою ситуацию. Визенталь, если внимательно читаемся в сказанной Торой в недельной главе, что мы всегда говорим, что там говорится о правом и левом. Здесь не говорится, если не скажут о ночи, что это день, и зима, это лето, мудрецы наши. Правое и левое могут меняться вестями в зависимости от точки зрения человека. Нередко мы смотрим на вещи с субъективной точки зрения, не замечаем ошибочности своих взглядов. Иногда для того, чтобы взглянуть на вещи объективно, нужно поменять перспективу. Нам кажется, что вот это черное, оно на самом деле не такое черное, как кажется. Нам кажется, что это белое, оно не такое белое, как кажется. Надо быть гибким, как тростник, потому что этот мир не предназначен для вот такого твердого «я», там, мое «я» выше всего. Удачи этого мира и его беды существуют для того, чтобы человек был испытан определенной долей испытаний, которые высшая мудрость посчитала подходящим для данного человека. И надо именно так это смотреть, а не искать виновных во всем, что происходит. У каждого человека есть свое предназначение – исправить что-нибудь в этом мире. Мир нуждается в каждом человеке, но в человеке, который видит мир хорошим взглядом, добрым, в любой ситуации. Прохавецлах.